Салам алейкум, всем до старт, сегодня мы смотрим седьмой выпуск в главных ролях Шарип Сарик, Шакенти, видимо, короче, а, Шакенти, не знаю, давайте знакомиться, посмотреть, 23 минуты, ну окей, я надеюсь, тут интересные короткометражки будут. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой», и если тебе нет 18 лет, то съебаться до хуй, давай выключай краны и шуру отсюда, но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Приятного аппетита. Добро пожаловать на наше шоу «Главный герой Сарик». Какие роли вы бы хотели сыграть в нашем шоу? Вы знаете, я хотел бы немножко разнообразия, а то всегда приглашают меня на вот типичные роли районских пацанов. Я этого не хочу, я глубокий актер, хотел бы больше драматургии. Хорошо, что все наши роли для вас отличаются от всего того, что вы играли раньше. Эй, ты что, совсем нюх потерял? Твоя бэха на улице стоит, вот ее и поставишь. Так, подождите, это же то же самое. А можно другой текст, пожалуйста? Твоя коврюха стоит, вот ее и поставишь. Вы что, серьезно, что ли? Вы что, машину поменяли, думаешь, я тебя не замечу, что ли? Ну, понимаете, да, вот что, мне уже достали вот такие роли, да? Мне уже здесь стоят, я хочу разнообразие, что-то другое хочу, понимаете, да? Чтобы... Да елки-палки, простите, пожалуйста. Алло. Че? Эй, пошел он нахуй так и скажи ему, слышишь? Эй, дай ему трубку нахуй. Слышь? Баран, ты че там базаришь в натуре, слышь? Эй, ты мне мозги не компостируй в натуре, я щас любого обосную, кто он и че. Я его по понятиям сейчас схаваю, сука, понял вы нахуй? Нет, прошу прощения. Что-то связано, мои друзья, здесь маленькая проблема. Спасибо. Такие. 1.1 Studio представляет. GG Show. Главный Gearboy Show. Растислав Яшенко. Сыка. Чингис Султанов. Айпери Чартонова. Нур Султан Курсанали Улу. Алинор Абдекаликов. Главный Храг Шерип Селик. Простите. Я даже не знаю, такая ситуация, что тебе посоветовать. Ну, ты сама-то что вообще думаешь? Ну, понимаешь, он какой-то слишком идеальный, что ли. Ну, в общем, я так подумала, я решила с ним расстаться. Что? Ты серьезно? Ну, да, он хороший, но какой-то чересчур хороший, что ли. Вот тут вот наш сидит. Ну, я тебе поняла. Только в этот раз, пожалуйста, не теняй айпери. Вот он заходит, и ты ему сразу. Все, мы расстаемся. Хорошо? Так и сделаем. Все. Ну, вечером же увидимся. Да, да, я побежала. Давай. Реально хороший какой. О-о-о! О-о-о! Да... Спасибо. Ой, я сяду? Да, садись. Спасибо. Слушай, я ненадолго... Слушай, помнишь, я тебе говорю про татуху, что я хочу набить твой образ на своем сердце? Как? Так это ж просто перо. Да, это просто перо, моя глупышка. Я набил его на своем настоящем сердце. Сейчас. Смотри. Мне вскрыли грудную клетку, достали сердце и фосфором набили твой образ, чтобы было видно в темноте. Классно, да? Прикольно. А я с тобой поговорить хотела, ты помнишь? Да, конечно. Говори, говори, моя мама, моя мама. Айбек! Типа ключ выкинул. Айбек, понимаешь, я вот так вот подумала, ты классный, правда, ты очень хороший. Ну, я вот так вот полежала, подумала и поняла, что вот такому человеку, как ты, ну, нужна, например, пёсик хорошенький, да? Айбек, ты понимаешь, я не этого хочу. Я так и знал. Другого. Я так и знал. Котенок, да? Ой, а что это у тебя за ухом, а? Что? Что это? Смотри, котенок! Представляешь? Это для тебя. Это для тебя. Это все для тебя! Для тебя! Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, моря и океаны, для тебя, цветочные поляны, для тебя. Сядь, а! Сядь, а! Спасибо. Ну, он неплохо отыгрывает. Ну, как ты не понимаешь, я устала. И именно поэтому я купил тебе билет в кругосветное путешествие. Ты будешь останавливаться в лучших отелях мира. Айбек, ну, как ты не понимаешь, ты мне не нравишься? У меня парень есть, понимаешь, парень? Ничего страшного! Я взял билеты и твоему парню давайте отдохните, кайфоните. А пока у вас будет конфетно-букетный период, я камнями выложу твой образ, чтобы его было видно даже из космоса, что такие инопланетки приезжают такие. Ой, такой красивый! Не смотри на путь! Да ты заколебал меня уже! Как ты не понимаешь? Я хочу нормальных отношений, я хочу нормального парня, который будет иногда со мной ссориться без повода, понимаешь? Который будет меня ревновать ко всем! Который будет даже иногда материться! Да что там материться! Который даже пердеть при мне будет, понимаешь? Прошло три года! А? Ебил! Ебил, да! Куда он? Куда он? Посмотри, блядь! Дебил, блядь! За пивом сгоняй! Пиво принесла мне, э! Ты глупая, говорю, пошла за пивом, э! Ну как? Тебе нравится? Ты могу быть всегда таким, как в последние три года! Айбек, просто отстань от меня, пожалуйста! Просто отстань! Ну что я такого сделал? Ну солнце, ну прости, пожалуйста! Я тебе вечером пиццу приготовлю, покушаю! Мы выбрали тебя, потому что ты наш лучший агент! Спасибо за доверие! Что мне делать? По прилету возьмешь неприметное такси и поедешь по указанному адресу! Выйдешь за три остановки до указанного места, чтобы сбросить хвост! Далее следуй инструкции, они придут тебя к секретному штабу! Принято! Будет сделано! Агент К313 Посмотрите на камеру! Поднимите руки! Скажите ваш идентификационный номер! 0-3-4-5-6-1-2-1-2-1-2! Интересно! Супер агент типа какой-то! Агент К313 для выполнения нового задания прибыл! Рад тебя видеть, сынок! Я вас, сэр! Иди сюда! Молодец, что приехал! Пойдем я тебе подробнее расскажу о твоем новом задании! Поработаем вместе, как старые добрые! Карлос Родригес! Международный террорист! Более известен как Эль Капитано! Обвиняется в крупном сбытии наркотиков, похищении людей и терроризме! Мы наблюдаем за ним уже более шести лет! Да, я слышал про этого ублюдка! Так вот! Твоя задача внедриться в его окружение! Ты будешь двойным агентом! Ты должен два года работать под прикрытием шлюхой в его любимом борделе! И докладывать нам! Простите, что? Я говорю, ты должен доставлять нам всю информацию! Каждый раз после секса ты должен задавать ему наводящие вопросы! Что такое? Подождите, я что-то не понял! Сынок! Я понимаю твое недовольствие! Если ты думаешь, что деньги за секс мы будем забирать себе, это не так! Ты можешь оставлять их себе, и это твои честно заработанные бабки! Мне кажется, вы мне сейчас не... Подожди! Окей, окей! Я тебя понял! За минет и аннал будут отдельные премии! Кэп, я не хочу быть шлюхой! Мы знали, что ты откажешься! Не хочешь быть шлюхой? Не будь ей! Вот и не буду! Можешь трахаться за подарочки! Мы живем в современном обществе! Я думаю, тебя никто не осудит! Кэп, я не буду трахаться с мужиками! Трахаться с мужиками не придется! Вот и все! Только с одним мужиком! Карлос Родригес! Кстати, тебе нужно будет завтра сдать кровь! Зачем? Как это зачем? Мы же отрежем тебе член и пришьем вагину! Какую нахрен вагину? Хорошую! Качественную из Германии! Шеф! Почему я? Возьмите другого агента! Я не буду! Мы рассматривали всех агентов нашего штаба! Но, к сожалению, у них нет желания! У меня тоже нет желания! Подожди! Алло! Да, господин президент! Он сидит напротив меня! Конечно, он согласен! Он справится! Это наш лучший агент! Я доверяю ему как собственному сыну! Вы придумали отличный план! Он все сделает! Да! Служу Отечеству! Президент! Вы только что сказали президенту, что я согласен! Кэп, у меня есть семья! Жена, дети! Вы в свое время! Вы о них позаботились! Мы свели твою жену с молодым миллионером! И прямо сейчас они летят в самолете в сторону Бали! Тем более, он уже полгода дарит дорогие подарки твоим детям! И они о тебе даже не вспоминают! Не переживай! А родители? Восемь месяцев назад твои родители похоронили тебя! И в скором будущем они получат твой орден храбрости! Посмертно! Сынок! Не переживай! Всего лишь два года! Ты вернешься обратно и мы пришьем тебе твой член! А если миссия пройдет успешно, мы пришьем тебе аппарат побольше! Хороший такой! Из Германии! Сынок! Живу вон оврот! Три года спустя! Мы отправили в картель Карлоса Родригеса своего агента под прикрытием. Но уже как год он не выходит с нами на связь. Скорее всего, его вычислили и убили. Поэтому нам ничего не остается, как штурмом взять Карлоса Родригеса и найти нашего пропавшего агента Кей-313. Ой, только не заговню тебя. Это Доксадос! Стоять, суки! Завалю любого! Не заходите сюда! Агент Кей-313, это ты? Пошел нахрен, старый пердон! Теперь я Дженнифер! Не заходи, я сказала! Мы думали, тебя ликвидировали! Почему ты не знал Карлоса? Да потому что я люблю его! Он единственный, кто заботился обо мне все эти три года! А вы, суки, даже ни разу не позвонили и не устали, как у меня дела, твари! Карлос, беги, милый! Я их задержу! Стоять, суки! Классная такая рыцармутрашка. Ну вот, как и обещал, побольше из Германии. Повезеное заключение. Повезеное заключение. Ну как ты, брат? Да так же. Слушай, тебе мама передала здесь. Чистая одежда, шампунь, мыло. Как она там? Все хорошо. А переживают за тебя. Переживают. Ты присмотри за ней. Конечно. Слушай, я адвоката нашел еще одного. Хватит! 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 Я даже слышать об этом не хочу. Ну как? А вот так! Понимаешь? Все! Ну как ты… Хватит, говорю же тебе. Все, пора смириться. Но ты не можешь здесь провести всю жизнь. А что мне еще остается, скажи? Что? Аббатов, свидание закончено! Мне пора. Брат, ты держись. Я обязательно что-нибудь придумаю. Я вытащу тебя, слышишь? Всем нашим привет передавай. Ладно. Что, с другом увиделся? Да, дорогая. Брат, я по-любому тебя вытащу. Посмотри, что ты с ним сделал. Это давай сначала сам женись, а потом осуждай. Понял? Айжан, я знаю, что ты его подставила. Я это докажу. Эй, делай, что хочешь. Заключенный! Заключенный, 24, эпизод и нас. Пожизненно осужден по статье любовь до гроба. Пункт любить в горе и радости. Без права на досрочное освобождение. И ты что там от себя че нанесешь? Пока смерть не разлучит нас. Во, во. Все, пошел давай быстро полы мыть дома. А ты чего там сидишь? Вали отсюда. Я по-любому докажу. Я его вытащу. И тогда я точно понял, что из этого места мне не выбраться. Но здесь я сидел не один. Я отчетливо помню, как увидел своего тестя в первый раз. Он убивил Ломлина. Пссс! Эй, мужик! Нельзя здесь разговаривать. Мне сказали, что ты здесь давно и сможешь достать мне все, что угодно. Мне нужно слева аккаунт в инстаграме, чтоб болеть челок. Здесь ничего бесплатно не делается. Сука! Что тебе нужно? Ночью, когда они уснут, ты зайдешь на кухню, там есть холодильник. Достанешь кусочек колбасы, налажешь на хлеб с майонезом и принесешь мне. Мать твою, ты в своем уме? Ты в своем уме? Как я это сделаю? Это уже твои проблемы. Хочешь тебе левый аккаунт? Достань мне колбасу. Так. Разговорчики. О чем болтали? Ни о чем, дорогая. Ни о чем. Он тебе что-то говорил? Я спрашиваю, он тебе что-то говорил? Нет, не говорил, не говорил. Послушай меня внимательно. Я не твоя мать. Здесь не твой дом. И если я еще раз увижу такое, то тебе мало не покажется. Забавно. Мужик, будет тебе колбаса? Я понимал, что этот поход за колбасой может оказаться последним в моей жизни. Но когда ты женат, пиздец и охота телок полить. Ух! Блядь. Натяжные потолки Алматы. Порой 13-12-2. Ху-ху-ху! Можно лайкать, комментировать. Вдаректе можно писать. Никто ничего не заметит. О! Спасибо! Спасибо! Ох, я мою колбасу! Только если ты спалишься, мы с тобой не знакомы. Ну, были и хорошие дни. Однажды мы с моим тестем отключили телевизор и сказали, что сломалась антенна. Эти дуры поверили нам и отправили нас на крышу, чтобы починить поломку, которой не было. В тот день мы сидели на солнышке и чувствовали себя, как свободные люди. Слушай, а это правда, что у тебя на спине есть татуировка с планом этого дома, а, Дмитрий? Это не у меня, это у моего брата. Он скоро женится на нашей соседке и обещал вытащить меня отсюда. Обижали с нами. Сбежим! Нет, я не смогу. Почему? Да что там, на свободе, нас ждут алкоголь, тусовки, телки? Да как ты не поймешь, а? Я здесь уже 25 лет. Я пришел сюда и ищу янцу. Я не знаю жизни на свободе. А вот тебе надо. Ты обязательно должен вырваться. У тебя еще вся жизнь впереди. Я их храню уже 25 лет. На. Это тебе. Я не могу их взять. Это же твой любимый. Да держи, бери. Пожалуйста. Пожалуйста. И тогда я понял одно, что медлить больше нельзя. Молодец. Ну-ка, хрустенье, хрустенье, хрустенье. Ох! Ты можешь осторожнее это делать! Где мой муж? В смысле? Он у себя должен быть? Его там нет! Как? Нет! Нет! Вот! Нет его! Где он тогда? Да я не знаю! Подождите. Сбежал! Он точно недалеко. За ним! Хайрат! Хайрат! Само мой свои полы больная! Беги-беги-беги! Свобода! 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 Барбершоп. Блин, опоздали! Ааа! Ах! 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 Пиши лайки, пиши комментарии. Пиши, как зовут твоих лучших соседей. Так, ребятки. Седьмая серия прям тянет на лучшую серию, простите, на лучшую серию в сезоне, так скажем, ГГ-шоу. Вы уже в курсе, что, ну, тех актеров, кого я выделял, вот здесь вот, я не знаю конкретно, конечно, но, возможно, это какой-то актер, актер, может, известный. Короче, а, ну да, казахстанский актер. Это видно прям, очень хорошо отыгрывает, забавно прям, мне зашло, мне зашло, зашел и первый, первая короткометражка, напомнил, нет-нет, меня в молодости, когда я ухаживал за девушкой, всегда дарил какие-то подарки, какие-то сюрпризы делал, песни пел и так далее. Ну, короче, что-то было такое. Очень хорошо, но концовка была, как по мне, немножко слабовата. Про агента было тоже очень все забавно, прям прикольно смотрелось. Я вообще не думал то, что, ну, мне казалось там, типа, все закончится на разговоре, но вот тут спустя три года и в первый тоже спустя три года. Я был этому приятно удивлен и клево, клево добили, тоже тут, в принципе, нормально. Вот. Ну и самый последний, это вообще самый крутой, наверное, скетч, короткометражка, типа, побег из Шоушенко. Вот здесь как бы три прикольных. У, так, у Ильяса Джапарова, сейчас вспомним, чего у нас тут было. В общем, про соседей, про битву, да. Ну, нет, у Ильяса тоже неплохо. У Хакима только пистолеты, по-моему, были крутые, все остальное съехало, да? Что это такое? А, это Жека и Хаким вообще. А, там эскортницы были, ну, так себе. Да-да-да. Короче, вот, давайте так, я поставлю, пусть даже не так смешно, но все равно по профессионализму, вот седьмой выпуск для меня пока на первом месте, второй на втором, и Хаким на третьем, ну, в принципе, как они и есть. Седьмой пока один из лучших вообще здесь, однозначно. Это мое личное мнение, я не знаю, как вам, пишите вы в комментариях. Так, следующий нас ждет Мейер Жан Турибаев. Тоже какой-то, короче, актер, видимо. Ладно, пишите в комментариях ваши впечатления от этой серии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. пишите, что хотите вообще в комментариях. Все на этом, спасибо всем за внимание, всем пока. Check it out.